Вы находитесь на канале Синьора Арсения, красивые места или мастерская Синьора Арсения. Мы сейчас раскапываем близлежащие земли возле вот этого строения. Тут раньше были древние поселения, какие я скажу чуть-чуть попозже. И это будет небольшая интрижка. А пока подойдем вот к этой табличке. Тут написано, что это за здание. Объясняется, когда взято под защиту государства. И в общем-то показано, кто здесь раньше жил. Жили здесь раньше тевтонские рыцари, крестоносцы. Это была их плежа или башня. Вот такая постройка из такого материала. Все это дело делалось. Смотрим дальше. Дальше это стена с бульницей. Помощь подшипна? Нет. Стена с бульницей. И вот такой вот замок. Сейчас я покажу. Высокий-высокий. Высокий замок. На три этажа. И по земле. С землей мы спустимся чуть-чуть попозже. Вот такой интересный комплекс. Полукруглая крыша. Сверху были слуховые окна. Вокруг болотца небольшое. Лазают улитки. Лазают черепахи. Вот такое мощное партификационное сооружение. Высокий-высокий от этих лимоналов. Можно сказать небоскреб. И что это собой представляет? Более детальное, более точное. Ну а теперь захватим его в уточку. Внутри вот такие вот хоромы рыцарские. Хочу напомнить, здесь раньше жили тефтонские рыцари. Представляете, мы сейчас прикасаемся к живой истории. Это барельеф льва. Льва. Это какое-то страшное. Грива. У него такой интересный. Хвост. Фантастический. Это барельеф. Льва кабана или слома, не поймешь. Тоже такое что-то интересное. Ну, прикасаемся к живой истории. Думаю, это будет интересно для многих. Вот такие вот толстые-толстые стены. стены и колонны с завитками, цветами, самые разные. Вот они. Вот. Вот. Вот колонны. Кстати, вот и рыцарь. Вот я его только сейчас увидел. Инкрустация. Чем-то напоминает рыцаря. А там дама. На голове у нее чаша с финиками. или сан-джио. Вот еще камешки интересные. Это все были колонны с лилиями, которые находились здесь. Вот такой цветок. еще. Вот он. Так. Вот. Виноградная есть. Вот это, по всей видимости, какая-то поелка была. Все это в стадии раскопок сейчас находится. Поэтому лежит под ногами просто так. Вот. Теперь заходим вот сюда, в эту комнату. Тоже. Светлица небольшая. Тут крючок был для люстры. Смотрите, вот ходили здесь рыцари и гвинили латами. Когда-то такое было. Примерили латами. Вот. Идем дальше. И там, кстати, сейчас занимаемся копанием. Там мы раскапываем стены. Ребята работали тяпками. И, если что, мы пока не вернемся, как они работали. Ну, вот. Вот. Павел Павел вот такую стену мы сейчас раскапываем, да? и вот такой вот голос интересный. То я сыну хочу как-нибудь. демчий. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ничего не видно. Да, ну, главное. Надо выходить отсюда. Вот тоже что-то раскопали такое интересное. Ну, копаешь, нет? Вот. А ты камня нет? Китай что-то не будет. Скопали. И вон там целый пч-колон. Вот. Вот. Вот раскопали здесь. Вот. Цветы. Какие-то обозначения. Вот цветы. Вот. Завитушки. Видка завитушки. Ну, не пробежит. Только хотелось показать. О, по видео. Пошло? Пошло. А то я покажу. Вот так берем лопату и раскапываем вот в это видео. Так? Павел. Надо аккуратненько, чтобы нигде не повредить эти стены. похоже, пошел сюда. И будет принесен на улицу. Вот там, где мы начали съемку башни снимать. Вот там. вот тут раньше жили тевтонские рыцари. Тут сейчас идут раскопки. Вот. Для того, чтобы память была для тех, кто сюда придет. О. Баз за день кой по-байм 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 вот эти вот шпильки. Шпильками обозначаем. Вот одна шпилька копана. Вот там вторая. Там третья. шпильками обозначается место, которое необходимо обрабатывать. Вот такая капочка с капочкой обрабатывать стены. Вот. Идем на землю. Берем сною визу. И выносим. Ага. джиньковы, Павел, джиньковы. Ну вот в принципе то, что хотелось еще раз показать. джинькова, джиньков. Продолжение следует...